и сейчас мы разберем именно первую часть 4 главы босс поднимается к воротам и садится и когда он видит гуэля кто такой гуэль ну хаббат гуэль гула гула это избавление гуэль это избавитель когда мы говорим с точки зрения понятия торы гуэль у нас используется в нескольких пониманиях с одной стороны мы можем сказать увалит сион гуэль и это фактически мы говорим что он сейчас приходит и выводит евреев с другой стороны у нас есть гуэль адама то есть если человек вынужден был продать свою землю то приходит человек и выкупает и и какой человек должны выкупать желательно чтобы это был близкий родственник и есть гуэль дан еще это мститель кровная месть в принципе когда мы говорим и про гуэль здесь это ближе ко второму потому что по большому счету если женщина была замужем за евреем детей не было кому сейчас будет эта земля старший брат как правило если нет братьев то это может быть дядя двоюродные братья и так далее в принципе это те же самые избавители которые должны восстановите имя и которые должны выкупить поле и это то что мы сейчас увидим частности цена он ждет и когда когда он увидел того кто был более близким по очереди он говорит иди-ка сюда интересно что его называют плоне альмоне сегодня это уже именно из-за книги ru стало понятием кто такой плоне альмоне не никто скрытый это кто-то без указания имени без указания имени мы не хотим упоминать его имя потому что мы видим что он не захотел выполнять заповедь мы не хотим это может быть и с точки зрения того что он не заслужил чтобы упоминали его имя это может быть и с точки зрения что если упоминать твое имя чтоб все помнили на все поколения какой-то плохой вы может быть это немножко и для него чтобы не не помнили его имени связанным с плохим он был братом или милих вопрос какой-то стороны и там и там это в любом случае будет арбаса строить ну что такое ава кто такой любой что такого где владимир есть книжка в адхесе просто мы с владимиром как раз и начали ава то что я уже много раз вам говорил на уроке но в начале книги ра в израиль мэра коэн из ради на он же мишна браун же хафес хаим он же ават хэсет пишет что такое агава давать что такое любовь к израилю это когда человек не любит братья у израиля это не ават израиль ават израиль это когда человек готов себя отдать израиля который говорит у меня есть такие способности для израиль у меня я могу сделать это для израиля снова таки израиль ават израиль это один из вариантов у нас есть прежде всего кого нужно любить но ближнего точно нужно после себя тут я соглашусь в автораха к моха есть ты говоришь сравниваешь любовь ближнему с любовью к самому себе тут нужно начать себя вопрос может быть нужно начать он там что-то говорил про 13 13 это у нас с одной стороны это гематрия слова оба с другой стороны это гематрия слова и ход а кто у нас и ход почему я скажу что может быть это даже раньше чем любовь к себе потому что вопрос сейчас мы должны выстраивать очень четкие понятия кто нам помогает выстроить эти понятия если человек берет и живет я сейчас кавычка говорю по понятия ну по зековским то у него совсем другая любовь будет или что он себя не любит любит но это его любовь и к себе и ко всем окружающим будет исходить из другого из другой системы ценностей когда мы говорим и ход то мы подчеркиваем какая у меня сейчас система ценностей исходя из этого я должен любить себя исходя из этого я должен любить ближнего исходя из этого я должен любить жену детей геров и у нас любовь и есть целый ряд понятий которые именно идут в паре с любовью вторе любовь героя это отдельная заповедь это дается как отдельная заповедь но не перечислено люби кузнеца люби плотника люби коина нет такой заповеди кстати нету любить гера есть такая заповедь потому что мы были в свое время на таком же статусе и поэтому мы должны помнить как мы спускались египет и как мы были там герами и сейчас если кто-то при приходит то мы должны это учитывать мы фактически снова таки это упирается в систему ценностей в систему моих ценностей из-за системы и ценности понятно что я должен любить гера понятно что я должен любить ближнего если я их у их не буду любить то в таком случае я просто ломаю систему ценностей и то что я скажу ну я себя люблю хоть что-то ты ничего не делаешь если себя любишь так как тебе хочется и так как тебе нравится то это значит что ты себя любишь это никакого отношения к еврейской системе ценности не имеет и здесь он говорит плони альмони иди сюда мы сказали где они сидят в воротах кто сидит в ворота в один то есть сейчас по большому счету плони альмони получает вызов в суд это не сегодняшний вызов суд что ему звонят по телефону или присылает сообщение его просто поймали рядом и говорят заходи садись зашел сел он уже на суде все коротко и ясно кто-то аж испугался аж бутылку сейчас сломает закручивать закручивать это как так как не понимаю просто взяли и затощили на суд то и взял он 10 человек принципе для суда достаточно 3 но почему он берет 10 что такое 10 мы всегда говорим менян это душа мы можем сказать кодиш мы можем сказать душу можем читать тору это у меня дополнительная святость почему всевышний присутствует совершенно в другую с другим напряжением то есть он предшествует фактически любому событию которое будет он берет 10 старейшин и говорит присаживайтесь вы тоже и после этого он обращается к плоне альмоне и говорит было у брата нашего или или мелеха поле которая продала на уме что нужно сделать с полем другими словами что понимает изначально плоне альмоне ему говорят можешь прирастить свой надел за счет или мелеха причем или мелех судя по всему был старшим поэтому у него надел по идее был в два раза больше чем у всех остальных когда уходили не купила продала когда уходила продала на уме продала когда уходил и когда это слышит гуэль плоне альмоне что он говорит ему говорят покупая вот здесь есть уважаемые свидетели h10 все старейшины если ты хочешь твое право если нет то скажи мне что ты не хочешь это делать и тогда я буду знать что следующий по очереди я говорит босс и что отвечает плоне альмоне и конечно с удовольствием эгаль конечно я избавлю а тут босс ему небольшую такую интересную шпильку но ты понимаешь что когда ты будешь это выкупать и там должен будешь дать выкупать и на уме и остаточное то есть еще и руд мавитянка замечательный вопрос кто-нибудь ответит из из нет исходя из того чтобы прошлый раз сказали мы сказали что в третьей главе и и упорно не называют мавитянкой на уме упорно называют свекровью вместо того чтобы говорить ее просто на уме и мы сказали что по большому счету она даже в миг окунулась но мы сказали что это был процесс юра нет что мы сказали про это она окунулась сама собой перед судом она стояла она приняла перед судом заповеди она готова к этому готова она это сделала с точки зрения суда кто она сейчас с точки зрения себя она уже одной ногой внутри с народа с точки зрения суда она еще никуда не двинулась она еще мавитянка и он говорит если ты сейчас выкупает что нужно восстановить имя умершего то есть взять ее в жены взять ее в жены ты мечту почему не на уме вероятно на уме уже не способна рожать нет с ней нет поэтому срут вот значит замечательный вопрос и этот вопрос как раз сейчас суд этим вопросом и занимается цены и что отвечает плоне альмоне а гуэль не 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 на такое я не подписывался это я сделать не могу почему не могу он говорит не могу чтобы не чтобы не расстроить свой удел потому что получится что у меня я себе сделаю проблему у себя в доме я не хочу как вторая жена называется по отношению к первой цара царат это проказа цара это беда не надо проказа она не называется хоть может быть она и проказница но она называется бедой он говорит не хочу я себе беду в дом мне не нужно спасибо от по он не готов принять потому что руд плохая скажите рахель или они были хорошие или плохие про матери еврейского народа очень хорошие лучше и при этом они друг родные сестры рахель выдала все секреты чтобы лею не позорить подкупой и тем не менее потом когда мы видим что они между собой общаются как они называются друг по отношению другу царот беды ничего хорошего в нескольких жонах с точки зрения атмосферы нету мы сказали когда у нас две жены когда есть проблема с тем что нет детей тогда есть смысл во второй жене в остальных случаях мы сказали что царь может быть немножко отличается но у царя вообще не живут в разных домах и многие из них имеют больше статусный порядок чем жена поэтому там это что-то другое здесь же мы видим он говорит я не хочу чтобы она разрушила мой надел мою семью ты хочешь вперед а он может разрушить свою семью босс у него уже все умерли он сейчас ничего не разрушается изначально более близким родственникам является плони альмони и он должен выкупить землю и когда он выкупает землю он по ходу дела должен еще и восстановить имя и он не хочет потому что он говорит я не хочу разрушить свою семью або он говорит ты хочешь ты делай почему он что говорит боссу ты разрушай семью у голоса вообще такого и вопроса нету почему все таки вставили рут почему ты этот технически это непонятный вопрос почему я вставлю сюда если мы еще не полохе не полу то есть если бы не было значит этот блоге как его там поля модел бы сделаны все в чем проблема выкупить землю но он оставляет покоя она же старая почему вставили как будто это махинация то есть он я не возьму забирает смотри вопрос сейчас что земля она вторично в отношении к семье я согласен мы подняли этот вопрос и мы сказали что статус у нее очень очень непонятный или скажем по-другому понятны потому что даже базы и здесь для называет труд муавия базы и называет не плане альмоне таком случае почему вопрос то что спрашивает виктор не будет ли это хэседом за счет кого-то другого и является ли такой хэсед хэседом в таком случае вопрос упирается по большому счету может ли она вообще пройти гиев мы это кто мы это кто мы сейчас я не знаю я тебя спрашиваю босс сказал что в торе написано муави не написано муави муави нету муави а он сказал муави в ломови а амуни в ломане ломанит то есть по большому счету это новый хедуш а когда у тебя в аллахе появляется хедуш особенно если ты каким-то образом выглядишь замешанным связанным с этим хедушем то есть ты являешься стороной то в язык возникают большие вопросы готов ли ты принять эту лоху по большому счету здесь решается вообще она может пройти гиев и стать то есть она пришла как часть семьи и тут это не обсуждалось но вопрос она теоретически может вообще быть частью семьи если она может быть частью 7 то тогда делает и бум и так далее и так далее на все восстанавливает все прекрасно а может быть оно вообще не может быть частью семьи ведь нельзя написано что муави не войдет в муави тяни не может войти в общину Израиля, это хедуш, который меняет здесь очень многое. А у вас был пророком? Нет. То есть вы могли он увидеть в своей мудрости? Не написано, что он был пророком, у него было откровение. Теоретически, конечно, такое могло бы быть, но нет. То есть он не просто так открывает такой хедуш? Он сейчас открывает хедуш с точки зрения того, что он Талмит Хахам, не с точки зрения того, что он пророк. Как Талмит Хахам, он учит из Торы, и это принимается на сомнедрение. Но это, видимо, принимается не единогласно. Если это принимается не единогласно, то у него здесь появляется еще один момент, кроме того, что мы сказали, проблемка в доме. Он говорит, а может она вообще и не может стать еврейкой? А я ее себе сейчас в дом приведу? Это что у меня в доме-то будет? Цена? То есть здесь у нас появляется такой ракурс тоже. На данный момент это еще обсуждается, еще выкупа никакого нет. Пока что идет обсуждение. А просто ее статус влияет на все эти вещи. Почему у нее не забыл Гьюра? И даже если она пройдет Гьюра, то вполне возможно, что кто-нибудь скажет, ой, ну я не знаю, какой она прошла Гьюра. Может она не подразумевала. Да, у нас есть другая ситуация. Это был ясный персонаж, который по всем статьям подходил. Она все оставила, она сказала, она пришла. Здесь время осталось просто. Просто я реально могу... Вопрос теоретически, вообще теоретически, она может присоединиться к еврейскому народу или нет? Вот вы сказали, что решается здесь, сейчас. Плюс-минус, да. Так получается. Значит, он видел, что она уже еврейка, поэтому он мог обсудить этот вопрос уже как будто она еврейка. Он видел, что она уже пройдет. То есть для него это было абсолютно понятно, исходя из ее поведения, исходя из всех характеристик, исходя из того, что он слышал, что она умеет с ней обсуждать и так далее. Для него было понятно. Процесс еще, судя по всему, не закончен. Но тут, грубо говоря, как человек прошел Бэй-Дин, но он еще не окунулся в миг. То есть он уже прошел. Готов-не готов? Наверное, уже готов, если мы говорим, что Бэй-Дин признал, что он готов и пропустил. При этом он еще никуда не окунался. То есть для Боаза, видимо, она находится уже на таком этапе. Тогда все клеится. Цена? И седьмой послук, Давид, ты читаешь? Да. Давай. И сказал тут родственник Боаза, покупай для себя. Ты шестом, седьмой. У меня восьмое написано. Я седьмой попросил. А в Израиле так велось? А в Израиле так велось? А в Израиле так велось? Издревле, ну? При выкупе и при обмене для подтверждения всякого дела один снимал свой гошмак и отдавал другому. Это было в Израиле свидетельство? Сегодня башмаки мы обычно не снимаем. Только на свадьбе. А вот на свадьбе как раз мы делаем что-то очень похожее, только вместо башмака. Раф, который Микадеш, он обычно дает или ручку, или если он в шляпе, кипу. Для того, чтобы сделать действие с имуществом, чтобы закрепить акт. Финансовый в частности. Это один из видов киньяна. И тогда это делали с... Башмаком. Почему не с кипой? Не балакинкой. Почему не с ручкой? На башмаке могла быть какая-то метафора, сто процентов. Что еще... Что еще было у них? Сижу в кольце. Косок, не знаю, что еще. Сумка где вода. Без башмака ж тяжело идти. Ээээ... Вот, камедакот, они все. Без башмака ж тяжело идти, а не башмаков не походишь туда-сюда. Это не идти. Ты даешь. Делаешь киньян и возвращаешь. А-а. По большому счету, что у них... Какие вещи у них были при себе? Рубаха. Если богатые еще штаны. А что означает киньян? И пояс. Удобнее все, видимо. И башмак. Да, удобнее все. Больше не... Какая у них еще одежда была? Может быть, что-то сверху на голову накинуто, может быть, и нет. Никаких вещей... Это мы сегодня у нас по карманам пройдись, ты вытащишь. И это, и это, и это, и это. У тебя... Какие карманы? У них никаких карманов не было. Такого понятия не было. Они, вы думаете, с рюкзаками ходили где-то? Никаких рюкзаков не было, никаких сумочек не было. Не было у них ничего. Поэтому это самое простое решение, чтобы не оголяться, берешь, снимаешь башмак, делаешь киньян и одеваешь обратно башмак. Что такое киньян? Что такое киньян? Коне, покупаю. Киньян это передача собственности. Акт передачи собственности. Есть целый ряд видов. Есть с помощью денег, есть с помощью того, что ты тянешь, есть с помощью того, что ты поднимаешь чужую вещь, с тем, что ты вводишь в дом. Есть разные варианты киньяна. Здесь мы говорим про один из самых классических вариантов киньяна. Когда ты поднимаешь вещь. И приобретаешь ее. И заодно закрепляешь ту сделку, о которой идет речь. И после этого босс говорит, покупай себе и снимает он башмак. А зачем он тогда снимает башмак? Он не хочет? Плюнуть. А, тот снимает. Плюнуть башмак. На самом деле, с точки зрения перевода, понятно, что снимает башмак именно босс. Это это? А, да. Так он же заключает сделку по этому боссу. Но мы действительно сейчас увидим еще один башмак. Сэр? Угу. Говорит Боаз старейшина. Девятый боссук. Илья. Здесь мы видим именно четкое провозглашение. Ибума. Он говорит, я беру, сейчас выкупаю все имущество. Или Мелеха, Махлона, Кильона. И беру в жены Рутма, Витянку, жену Махлона. С тем, чтобы восстановить имя. Это и есть классический Ибум. Самый классический Ибум, конечно, с точки зрения Торы, это когда это родной брат. Он не родной брат. Но, тем не менее, в виде... По Шурхана Рухова тут были проблемы некоторые. Но здесь это в любом случае рассматривает как очень близкий родственник, который может это сделать. И отвечает ему весь народ, которые сидят там... То есть, по большому счету, его сейчас благословляют. И тут же упоминается сразу, как Бейт Перец. Это его прапрадедушка. Как мы увидим в конце главы. Которого родила Тамара, Иудея. И он берет Рут. И здесь у нас уже не сказано, что она Муавия. Потому что, когда он ее берет, в Айках, который у нас в Танахе, это практически всегда, именно Киньян, который делается для того, чтобы взять в жены. Она уже никакая не Муавитянка. И берет он ее в жены. И входит к ней. И забеременела она. И родила сына. И что тут происходит дальше? Странно для меня. Почему она забирает сына себе? Почему она забирает сына себе? Почему она забирает сына себе? И говорит, это мой сын. Это ровно повторять ситуацию Авраама Ви. Ну, понятно. Это похоже на Авраама Ви, но действительно мы видим, что женщины говорят, прежде всего, Науми, не Рут. Всевышний тебя благословил и прислал Избавителя. И будет названо его имя в Израиле. Кто называет имя, снова-таки, не Рут. Про Боза мы говорим, Боз умер еще до его рождения. Ну, почему не Рут? Хороший вопрос. И снова-таки, обращаясь к Науми, говорят, и он тебе возвратит твою душу и будет кормить тебя до старости. Потому что твоя невестка родила его. Может быть, это такой оборот той культуры того времени. Как говорили люди обычно. Вопрос. Сейчас вполне возможно, что есть такое понятие. В восточных культурах оно и в более поздние времена были. Старшая женщина. То есть не старейшина. Не знаю, у женщины есть вариант, как сказать слово старейшина. Она здесь является представителем рода. И никто с этим не спорит. И она, как самая старая, наследника воспитывает. Потому что она имеет более высокий статус. Она его воспитывает. Но можно сказать и другое. Она его воспитывает, потому что она в этом выросла. И есть большая разница между тем, кто пришел снаружи и тем, кто вырос внутри. И понятно, что ее никто не прогоняет, Руд. Она тоже принимает участие. Но она здесь уходит на вторую роль. И берет на уме ребенка. И садит себе на колени. И была у него воспитательницей. И после этого все сказали, что сын родился у Науми. И назвали его Овед. И он был отцом Ишая, отцом Давида. И дальше мы в следующий раз разберем с вами... А когда она сделала Гью? Когда она сделала Гью? Перед свадьбой. А почему она не изменила имя? Почему она имя не изменила? Хороший вопрос.